Пашинян собирается сдать Степанакерт, виновными опять будут назначены бывшие Может Никол Пашинян смотрит интервью и выступления Роберта Кочаряна не до конца, лишь часть, или скажем переводит с помощью Google и не понимает смысла всех слов. Может поэтому он пытается убедить общество в том, что Кочарян всегда принимал территориальную целостность Азербайджана. Ведь Никол говорит, мол, почему их критикуют за признание территориальной целостности Азербайджана, если на Стамбульском саммите в 1999 года Кочарян проголосовал за хартию, защищающую принцип территориальной целостности. Миллион раз было доказано, что наоборот именно в этой хартии по части Арцаха, в пункте 20 отдельной декларации, говорится о процессе мирного урегулирования Карабахского конфликта, где нет ни слова о принципе территориальной целостности, при том, что по части всех остальных конфликтов он присутствовал. Но все равно, Никол продолжает говорить то же самое. На выложенном мною видео, с саммита ПАСИА 2004 года, в ответ на вопрос азербайджанского делегата президента Армении Роберт Кочарян отмечает, что Армения признает территориальную целостность независимого Азербайджана, с которым, однако, Нагорно-Карабахская республика не имела и не имеет какой-либо связи. Он объясняет, как стали независимый Азербайджан, Арцах, Армения и почему территориальная целостность Азербайджана не может включать также независимую Нагорно-Карабахскую республику. Конечно, печально, когда простой ответ, который был дан представителю Азербайджана, мы вынуждены показать и премьер-министру Ра, просто хочу понять, Никол, для чего используешь заседание правительства для азербайджанской пропаганды, мы платим тебе за это. Чтобы ты стал адвокатом Алиева. Но наивно думать, что Никол манипулирует просто так, без умысла. Он, на мой взгляд, готовит общество к очередному поражению. Никол Пашинян, как известно, согласился со всеми пунктами Азербайджана, и пропагандистскими уловками пытается заранее оправдать себя. Что он говорит? Он говорит, что бывшие тоже признали территориальную целостность Азербайджана, признали и подкинули ему в карман. То же самое было и во время войны, тоже он сказал после поражения. Завтра Никол подпишет очередной документ, сдаст Орцах целиком и начнет пропаганду, чтобы определенные массы вновь вспомнили Кочаряна и Сержа. Ведь если постоянно повторять даже самую циничную ложь, всегда найдутся люди, которые поверят в это. К тому же сейчас, когда ложь озвучивается с трибуны НС, в ходе заседания правительства, в различных властным СМИ и даже на государственном телевидении.